Добавлю 5 копеек к реплике Сергея, потому что вчера был тоже его тезка Сергей по фамилии Карпухин. Он как раз рассказал про замечательное место в Якутии, куда он делал экспедицию год или два назад. Говорит, вообще просто шикарно, просто уникально. То есть то, что в Каппадокии вот эти вот чимы, это просто реально отдыхать, потому что там все из гранита, а не из песчани. Он говорит, что в Якутии вообще шикарное место абсолютно не исследовано. Одна проблема, вертолет туда-обратно берем 600. Вот, можно, собственно, воспользоваться вариантом тропа. Так, следующий, да. Я помню, вы раньше успели поднять руку, прошу. Спасибо большое за ваше выступление. Скажите, пожалуйста, панорама со звездным небом. Какие там параметры использовали вы какие-то специальные трекеры? Звезды смещаются, и, соответственно, насколько смещать головковую панораму к камере? Ну, собственно, как раз вам в тему могу проиграть даже, по-моему, этот ролик. Следующий. Это срежиссированный вопрос, Сергей? Это вот буквально неделю назад снятый кадр. Здесь как раз трекинг звезд не требуется, потому что, собственно, звезды бегут вокруг, и мы тут в большей степени не астразы фотографы, а снимаем скорее некий пейзаж, в котором звезды частично добавляют красоты. Поэтому отслеживать саму звезду, само положение звезд и как-то их там отдельно от земли снимать не очень интересно. Все-таки хочется, чтобы это была какая-то композиция. По поводу настроек. Все очень просто. Лучше взять какую-то камеру посовременнее. Если не требует печати на большой размер, можно взять хорошие Sony A7S. Они малошумные, допустим, на Sonic GH. Вот те, которые очень малошумные. Поставить там ISO 5600, это даже и больше на них можно. Выдержки секунд 20-30. Диафрагму на линзе поставить 2.8 или 3.2. Взять какой-нибудь ширик или тот, который вам больше там нравится. И все. И можно сказать, кадр готов. Я, опять же, наверное, сразу пример приведу. Если откроете сейчас по-быстренькому. В Алжире, в Сахаре, я и группа Виктория Роготневой. Ну, как раз одной из наших задач и целей было попрактиковаться в съемке звезд. Звезды? Ну, вот такие штуки снимали. Здесь можно посмотреть даже, какие были настройки. ISO 3230 секунд. Это 14 миллиметров Nikon 1424. Надето через переходник на Sony. Вот, все просто. А вот тут снято было на 24 миллиметра. Это Sony плюс 24-70 объектив. Дырка 2.8. ISO сейчас посмотрю. ISO 3200. 24 миллиметра. Дырка 2.8, 30 секунд. Как бы, все просто. И на экран высотой 2 метра вполне непонятно выглядит. Да. Окей, прошу, вы хотели спросить. И снято, кстати, в один кадр. Тут без черной-белой магии и звездочка оригинальная. Я хотела задать вопрос касательно поездок. Вот вы, как вы выбираете людей, с которыми выезжаете в эти новые места для съемок? Это какие-то организованные туры для фотографов или что? Что? Ну, тут две вещи. Или там, скажем, два направления. Если мы говорим про съемки для проекта «Аэропано», то мы едем в наши команды профессионалов. Обычная съемочная гримляда состоит из двух человек, ну, из трех. В общем, там, четырех. И здесь очень сложно подобрать или сказать, как мы подбираем места. Тут много переплетается вещей, взаимодействие с национальными пей-парками, сезон, и наша загруженность, и коммерческие заказы. И на текущий момент, ну, такого однозначного ответа дать не смогу. Ну, иногда наши просто хотели какие-то творческие амбиции. Очень хотели снимать Нью-Йорк. И вот мы с Димой Моисенко в мае съездили и его все-таки пересняли. Если мы говорим про путешествия мои личные, то тут, куда друзья позовут, назовем так, где интереснее компания, туда едем. А в фототуре есть некий набор интересных направлений, где любой желающий, увлекающийся фотографией в свой отпуск, то есть в свое свободное время, в которое он хотел бы отдохнуть, может получить максимум интересных впечатлений, мест и каких-то знакомств, не знаю, жанров, фотографий. И вот в зависимости от того, что человеку нравится, где он там готов жить, время проводить и так далее, он туда едет. Вот, например, группу мы возили, я возил сейчас в Алжир, в Сахаро. Мы жили 7 дней в палатках с туарегами. У нас каждый день был там туарегский чай. Мы снимали туарегов в национальных одеждах. Звезды по вечерам на закате и рассвете. Замечательные такие перекаты дюн, вот телевиками в том числе. Вот такие вот шлифовики. Или вот таких вот людишек. Это ту, где мы вместе были. То есть здесь каждый выбирает с этой историей. Сергей? Да, Вики в этот раз не было, но, в общем, возил вместо нее группу я. Ну, вот такие вот портретики. Это жанрик, который я люблю. Он такой чистенький, вылизанный, без каких-то некрасивостей. По крайней мере, я их так стараюсь сделать. Да, и здесь было очень забавно, что сентябрь был очень дождливый, и в Сахаре выпало много осадков. Даже были вот такие огромные лужи. С отражением. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. То есть, по велению сердца и по возможностям кошелька выбирается турок. Окей, следующий вопрос, да, я понимаю, готов. Да. Так что, пожалуйста, на рамках у нас сделан стандартный подвес, он тебе будет оборудоваться? Нет, абсолютно стандартный. Прям вот кнопка снять панораму. А у Phantom 4 Pro есть такая возможность? Да, есть. У них у всех сейчас появилась такая штука. Ну, предыдущий с Malik 1 и с Phantom 4. Также Malik 2 имеет эту вещь, но у них 20 мегапикселей, а это просто кадры шикарные. Да. Следующий вопрос. Хочется поблагодарить вас за такую отличную лекцию. И вот вопрос. Был у вас опыт стереофото, в том числе 360? Да. А вот в двух словах, не могли бы для совсем начинающих, но реально это вот в таких условиях, в домашних, сделать стерео. И что для этого вам нужно, наверное, начинающим выводить? Ну, тут можно пройти джедайский путь. Прям хардкор. А можно воспользоваться шорткатом. Сейчас покажу шорткат. Часто задают вопросы, что же у вас лежит в чемодане. Вот я принес практически там свой основной набор в поездке, который я беру. Это 100-400 Sony Grandmaster новый, 16-35 легенький. Сама Сонька с 24-70. Набор фильтриков и всякие такие вот штучки, рючки. Ну и то, о чем я говорил до этого, это Mavic 2 с пультом, естественно. Он тут тоже отлично помещается. Ну и вот ответ на ваш вопрос. Это камера Insta Pro 2. Она снимает стереофото. 8К. Можно, по-моему, даже 10К с HD-брэкстингом снимать. Любым там пятикадровым, семикадровым. Вот представите, нажимаете на приложение кнопочку, и у вас получается стереопанорама, которую можно дальше в шлеме в виртуальной реальности смотреть. Все объекты будут отлично прорисованы между собой. Вот. Второй вариант, который я говорил, хардкорный, это съемка, собственно, на зеркальную камеру. То, что я там когда-то делал в отелях, снимал так, чтобы очень было красиво на заказ. Но там вам придется бороться с параллаксом и применять огромное количество ощущений при постобработке. То есть там вы ставите две камеры на рабопланочку и поворачиваете, и делаете максимальное количество кадров. Лучше 36, через каждые 10 градусов. А потом с этим параллаксом собираете две панорамы, и дальше вы их ставите одну другой, 360 панорамки. Ну и смотрите в очках. Сергей, а в ручной кладе все нормально проводится, да? Как авиакомпания относится к таким багажам? Ну, лучшим вариантом, когда авиакомпания не видит, что там такое лежит. В целом, да, сложности возникают. Мой стандартный вес – это порядка 18 килограммов, и не все авиакомпании любят такой перевес. Но просто открыв крышку чемодана, вы говорите, что вот эта фототехника, она дорогая, и вы такой не страхуете. И, в общем, рано или поздно с первым сотрудником или с менеджером этого сотрудника вы все-таки решаете, что вот эти фототехники можно провести. В зале номер 23 проходит выступление фотографов, экологов и других интересных спинеров. Четвертый уровень состоится дискуссия известных фотографов на тему о поляризации фотографий природы, защиты или разрушения. В дискуссии примут участие Игорь Шалахвост, Михаил Краснерев, Станислав Зотов, Валерий Масейхин, Виталий Качков, Сергей Семенов, Владимир Медведов. Все, можете, Сергей, говорить. У нас еще есть временно партных вопросов. Ну, на самом деле, самая большая проблема сейчас перевозить литиевые батарейки как для больших дронов, так и для маленьких, ну и пауэрбэнки. В Китае есть большая проблема в том, что они не пропускают ничего больше 16 тысяч миллиампер-часов, или это получается там 160 ватт-часов. Ну, а в остальном, все батарейки я чаще всего выбираю в технике в карманы. У меня есть штаны для путешественника и курточка. Туда уменьшаются килограммы 3 батареек. А дальше чемодан становится в районе 15 килограммов, и в целом, ну, большинство авиакомпаний на это смотрят весьма ловерно. Окей, у нас есть еще один вопрос про африку, я точно знаю. Спасибо большое, что за информацию по поводу безопасности. Я надеюсь, что нужно прямо в отдельный курс по безопасности проходить в этих различных таможниках. Потому что первый раз я слышал про то, что есть проблемы с литиевыми батареями. У меня и по ватланке тоже и литиевые батареи. Если вы поедете в Китай с ними, просто заберут и скажут...